Уважаемые коллеги, друзья, сегодня мы отмечаем День дипломатического работника. Прежде всего, хотел бы от души поздравить всех с нашим общим праздником, где бы вы ни трудились, в загран-ли учреждениях, в представительствах МИД в регионах или в Центральном аппарате. Учрежденный указом президента Путина 20 лет назад, День дипроботника способствует сохранению и преумножению лучших мидовских традиций, распространению знаний о нашей профессии, укреплению уважительного отношения к дипломатическому труду. Глубоко символично, что на этот год приходится и другая знаковая для нас дата – 220-летие со дня учреждения Министерства иностранных дел. При этом история внешнеполитической службы уходит своими корнями в глубину веков, во многом повторяет этап остановления российской государственности. В частности, дата нашего праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием посольского приказа, а это был февраль 1549 года, первого ведомства, отвечавшего за внешние связи. По праву гордимся тем, что в славной летописи отечественной дипломатии немало блестящих побед и ярких выдающихся имен. В своей повседневной деятельности стараемся брать лучшие из сокровищницы дипломатического искусства великих предшественников, таких как Александр Михайлович Горчаков, Андрей Андреевич Громыко, Евгений Максимович Примаков и многих других. Во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые родили за общее дело, в том числе при необходимости и с оружием в руках. Подвиг наших товарищей, работников наркомата и иностранных дел, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, служит для нас важнейшим нравственным ориентиром. Уважаемые коллеги, сегодня, опираясь на накопленные опыты, богатейшие традиции, дипломатическая служба остается в авангарде усилий по продвижению и защите интересов Родины на международной арене. Вносит свой вклад в обеспечение безопасности страны, в создании благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития, повышения уровня и качества жизни граждан. Неизменно стремимся продвигать созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов. Такая линия, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь цели и принципы Устава ООН, пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе. Это позволяет нам расширять взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в самых разных форматах с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального пояса добрососедства, необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России. Сложность современного мира, противоречивость тенденции развития предъявляют к дипломатам повышенные требования. Поэтому всегда, а сегодня тем более, важно идти в ногу со временем, постоянно самосовершенствоваться, умело сочетать классические методы дипломатического искусства с новыми подходами и технологиями. В этом состоит залог эффективного решения масштабных задач, поставленных перед нами президентом. И, конечно, в том, насколько успешен, результативен наш труд, очень многое зависит от крепкого, надежного тыла. Хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поблагодарить ваших родных и близких, разделяющих вместе с вами все трудности и подчас самые обыкновенные бытовые неудобства нашей профессии, включая длительные загранкомандировки в странах со сложной военно-политической обстановкой, тяжелыми климатическими условиями. В этот день мы, конечно, вспоминаем наших ветеранов, щедро делившихся своим опытом, давших нам путевку в большую дипломатическую жизнь. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за вашу неустанную работу по обеспечению непрерывности связи времен, преемственности поколений на Смоленской площади. Уважаемые коллеги, друзья, в этот знаменательный день хотел бы пожелать всем вам доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо России. Еще раз с праздником!